Большинство жителей Сыпульской области зарабатывают на жизнь в основном в летний сезон. Однако в этом году они в буквальном смысле остались без основной части дохода ввиду отсутствия заграничных гостей. Многие из них признаются, что даже внутренний туризм не оправдал их ожидания. Однако они верят, что повествующие легенды о полезных свойствах озера Сыпуль помогут победить невидимый вирус, поражающий человечество. Совсем нет заграничных гостей. В этом году даже погода не играет нам на пользу. Постоянно идет дождь и холодно, поэтому даже сами к кыргызстанцу не хотят приезжать. Несмотря на то, что цены на медикаменты и еду наоборот повышаются, нам приходится снижать цены на свои услуги, чтобы заработать хоть какую-то сумму. Наряду с экономическим сектором туристическая отрасль в этом году потерпела крушение из-за пандемии коронавируса в Кыргызстанском числе. Ежегодно Сыпульская область собирала в одном месте сотни тысяч туристов, желающих отдохнуть. Однако в этом году регион смог открыть свою простору только для самих кыргызстанцев и только для тех, кто рискнул приехать в эту область, несмотря на то, что здесь зафиксирован рост заболевших COVID-19. Я верю, здесь вообще чистые. Да, вот, в третьих. Ну, люди вообще приезжают. Вот, я тоже приехал. Понятно, что пандемия нанесла бизнесу огромный урон. Его точные масштабы станут известны в конце сезона. Однако люди, работающие в этой отрасли не один десяток лет, уже делают предварительные анализы касаемо потерь туристического сектора. Так, согласно прогнозу Министерства культуры, туризма и информации, в этом году туристический сектор может просесть до 80%. Ну, в целом, конечно, в этом году только на внутренний туризм делали акцент. Ну, к сожалению, не так полноценно, как мы планировали. На зимний сезон мы сейчас как раз начали разрабатывать свой, так скажем, стратегический план, каким образом мы его будем, так сказать, спасать. Потому что он тоже может подвергнуться к таким критическим изменениям, потому что, к сожалению, сейчас планировать особо на долгое время не получается. Но все-таки мы свою работу будем выполнять в этом отношении, а там уже время покажет. Как итог последствий пандемии, эксперты еще в начале года выдвинули три сценария развития событий в туристическом секторе. Первый – постепенное открытие границ начнется в июле, и тогда международные туристические потоки в 2020 году упадут на 58%. Второй – подразумевается снятие мер по ограничению распространения инфекции в сентябре, и в этом случае поездки сократятся на 70%. Третий – самый пессимистичный сценарий – реализуется, если туризм не начнет восстанавливаться до конца года, и тогда количество путешествий упадет на 78%. И судя по происходящим событиям в мире, свою реализацию все-таки начал третий сценарий.